Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые, всем бонжур! Выходить ли вам на связь или воздержаться? Изначально планировала сделать эту тему для тех, у кого партнер не выходит на связь, и вы уже думаете, уже порываетесь выйти на связь первыми. Но давайте расширим немножко эту тему и сделаем расклад, в том числе и для тех, кто получил какое-то сообщение, какое-то известие от партнера, какую-то весточку, но сомневается отвечать или не отвечать, может быть, отвечать попозже, или вообще не отвечать на такие провокационные сообщения и провокационные какие-то позывы. Вот, в общем, в любом случае, выходить ли вам на связь или воздержаться? Здравствуй, милая моя, я тебя заждался, я пришел, а ты ушла, а я воздержался. Да, быть или не быть, пить или не пить, убивать, не убивать, писать или не писать, вот в чем вопрос. Шесть вариантов ответа, тару ночи, просили сердечки, их есть у нас, вот, пожалуйста, можно сегодня выбирать, в том числе по сердечкам. Итак, загадывайте сообщение, загадывайте срок и выбирайте свою позицию. Я приступаю к трактовкам. Для тех, кто выбрал первый вариант, и красненькое сердечко. Выходить вам на связь или не выходить, или воздержаться. Восемнадцатый старший аркан луна. Ну, здесь я бы сказала, что вы сами пребываете в некоторых иллюзиях по этому поводу. Вообще по поводу того, что вы хотите сказать, по поводу того, что вы хотите сообщить. То есть вы, может быть, ну, начиная с того, что банально не совсем понимаете реальную ситуацию между вами, и вообще не совсем понимаете, может быть, и свои собственные настроения, и свои собственные желания, и желания партнера. А во-вторых, вы здесь можете несколько выдавать желаемое за действительное, скажем так. То есть здесь идет ощущение какой-то внутренней вашей собственной неготовности, внутренней вашей какой-то незрелости, может быть, к реальным действиям, к реальным поступкам. То есть, ну, я бы сказала по этой карте, именно вот в этой колоде, что здесь вы немножко сами определитесь, чего вы хотите, да, немножко повремените, определитесь. То есть, пожалуй, торопиться здесь не нужно, пожалуй, здесь нужно просто обдумать, чего же вы все-таки хотите в итоге, какого развития отношений вы хотите, если дело в отношениях, если речь об отношениях. То есть немножко подумайте, определитесь, и тогда уже выходите на связь. Но, в принципе, сильно не затягиваете, можно сказать. Даже здесь, если вы срок загадывали, дело здесь даже не в сроке, а в вашей внутренней готовности. То есть, когда вы почувствуете, что вы знаете, что сказать человеку, когда вы, может быть, даже наперёд спланируете, что он может вам ответить, когда вы вот это всё сформируете, некое представление в своей голове, и, может быть, продумаете варианты, как вы будете отвечать и как вы будете реагировать, если ситуация пойдёт по такому сценарию, по такому сценарию или по такому сценарию. То есть, когда вы немножко вообще ясность какой-то ситуации и возможных вариантов её развития, возможных ответов, вы для себя как-то выработаете в голове, когда у вас какая-то уверенность внутренняя будет, потому что здесь ещё идёт немножко недостаток уверенности. То есть, с одной стороны, недостаток желания, недостаток понимания какого-то реальной ситуации, а с другой стороны, недостаток, может быть, уверенности в своих чувствах. Вот если вы не уверены пока что в своих чувствах, то здесь прежде всего задача добиться, да, достичь, вернее, достичь вот этой вот уверенности в себе, в том, что вы хотите человеку сказать, в том, что вы думаете, в том, что вы хотите ему предложить, с каким посылом вы хотите к нему выйти. Вот когда вы определитесь, тогда выходите. То есть, дело тут не во времени. Вы определиться, может быть, можете и за полдня, да, каких-то медитаций таких, ну, и за неделю можно тоже определиться, а можно и за месяц не определиться. Давайте я вам Луну зачту и перейдём к следующей позиции. Ну, я думаю, вы поняли, да, то есть вам нужно твёрдо убедиться в том, что вы хотите чего-то от человека, твёрдо решиться что-то ему сказать, и тогда вы можете это сделать. И здесь дело не в сроках, а дело в вашем внутреннем понимании, в вашей внутренней какой-то вот готовности, да, может быть, ещё не совсем готовы, не совсем зрелые вы именно с этим выходом на связь к человеку. То есть, может быть, вы просто по нему скучаете, и вы, ну, как бы вот выйти на связь просто, чтобы не скучать, да, просто чтобы пообщаться, такая вот позиция. Ну, тогда, может быть, не стоит, да, тогда, может быть, повремените до тех пор, пока вы с чем-то конкретным сможете к нему прийти и что-то конкретное такое вот ему сообщить. Луна. Блуждание души. Хватит блуждать среди иллюзий и страхов. Не копайся в своей душе. Пусть интуиция укажет путь к свету. Вот найдите некий путь к свету. Если вы боитесь, кстати, не бойтесь, всё-таки делайте этот шаг. Но, опять же, чтобы найти этот путь, чтобы утвердиться, чтобы перестать бояться, да, утвердиться в своих желаниях, нужно какое-то время. Вот потратьте это время на то, чтобы перестать бояться и достичь уверенности в себе, и тогда смело выходите на связь. А вот сейчас пока ещё немножко рано. Всё, счастья вам, любви и гармонии. Пишите, как совпадает, не совпадает с вашей ситуацией. Интересно, что, да, карта Луна выпала на такую вот яркую красную позицию. Ну, собственно, сначала я выкладывала карты, потом выложила сердечки. Ну, вот, видимо, красное сердечко почему-то вам, ну, видимо, именно потому, что не хватает вам какого-то напора внутреннего, внутренней какой-то энергии, внутренней мотивации, да, внутреннего вектора идти вперёд. Вот вам здесь красный цвет в помощь, да, как некий дефицитарный по этой позиции может быть. Вот, всё, счастья вам, любви и гармонии. Ещё раз перехожу к следующей, ко второй карте. Итак, для тех, кто выбрал вторую карту, розовое сердечко, выходить или не выходить, вот в чём вопрос, убивать, не убивать. Ну, что, рыцарь мечей, действительно, убивать, не убивать, вот здесь вот дилемма. Здесь выходить или не выходить зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Если вы хотите человека, извините за штамп, вывести на чистую воду, если вы хотите какого-то прямого разговора, прямого, откровенного, когда, ну, мы не юлим, никто не жалеет, может быть, даже чувства кого-то. Если вы хотите каких-то признаний, если вы хотите разговора на чистоту, может быть, даже где-то грубого, может быть, даже где-то и поругаться с человеком, в чём-то его справедливо упрекнуть, то, пожалуйста, выходите на связь, добивайтесь своего, выводите его на чистую воду, ругайтесь, узнавайте какую-то правду, если вы хотите от человека чего-то добиться, какой-то правды, если вы думаете, что он что-то темнит, как-то что-то от вас скрывает, вас обманывает, а вы хотите вот пусть больно, но зато правда. Вот если у вас такая позиция, если вы хотите прояснить отношения, выяснить ситуацию, чего-то добиться от человека, как-то направить его на путь истинный, добиться от него вообще каких-то честных, прямолинейных отношений, прямолинейного, прямого разговора, то, пожалуйста, здесь можно выходить на связь по этой розовенькой позиции, по этой гламурной розовой позиции, если хотите поругаться немножко. Если, наоборот, вы просто по человеку скучаете, если вы хотите любви, гармонии, если вам именно не хватало, да, когда мы человека на чистую воду выводим, мы, в принципе, тоже хотим гармонии, но если у вас нет задачи поругаться, задача просто спокойно, гармонично пообщаться, выразить человеку свои чувства, выразить свою любовь ему, признание какое-то любовное или еще какое-то романтическое сделать, то здесь, пожалуй, не стоит. Вот, может быть, или в загаданный срок, или в какое-то ближайшее время, не стоит человека дергать, не стоит выходить к нему на связь, потому что по рыцарю мечей он может очень нервно на это среагировать. Может быть, ему сейчас это просто не до вас, он занят чем-то другим, и у него сейчас нету сил, сил, эмоций, энергий на такие вот, ну, любовные отношения, на такое любовное, романтическое какое-то приятное общение, потому что для этого тоже надо быть в определенном состоянии, а ему это сейчас будет, ну, немножко, да, немножко не к месту, может быть. То есть там человек сейчас либо вообще закрылся, ушел в себя, вернусь нескоро, да, либо он вообще занят какими-то делами, у него сейчас, может быть, голова чем-то забита, может быть, он решает какие-то реальные вопросы, реальные проблемы, может, даже ходит, я уже пошла ковыряться, извините, в том, что он там делает, но тем не менее, да, может быть, человек действительно работает над чем-то, может быть, с кем-то воюет, может быть, ходит к каким-то специалистам, типа адвокатам или врачам или еще к кому-то, каким-то правоохранительным органам и т.д. и т.п., и у него сейчас голова может занято быть вот именно этими некими казенными делами, да, может быть, у него банально нет настроения, у него какая-то депрессуха, но иногда, когда, ну, ты с любовным признанием, с любовными сообщениями к человеку выходишь, иногда ты его, наоборот, наполняешь энергией вот этим, да, и у него там появляются крылья, он радуется, и, наоборот, он может воспрять духом. Но здесь не такой случай, не этот вариант. Здесь человек, наоборот, сидит угрюмый, если вы к нему выйдете с такими вот, да, что у него нет энергии, если вы к нему выйдете с какой-то нежностью, извините, он сочтет, что вы от него чего-то хотите, да, он подумает, что вот опять она ко мне вот со своими сюсями-пусями, вот у меня сейчас на это нет ни сил, ни времени, ни желаний, и вообще мне плохо, вообще вот я сейчас весь погружен в дела какие-то, и вообще мне сейчас не до этого, то есть какая-то досада, какое-то раздражение от человека здесь может быть, ну, может быть, он просто промолчит и вам не ответит, да, на вот такие какие-то нежности ваши, может быть, просто не ответит, а может быть, и даже что-то колкое вам скажет, ну, или, ну, или вот, ну, если он вежливый, да, ну, может, конечно, какая-то колкость пробиться, вот, но если он вежливый такой вот, да, если он не хочет все-таки вас по-лишнему травмировать какими-то колкими словами, если он сдержанный, вообще волевой человек, выдержанный, может быть, мечевой товарищ. Он, может быть, вам просто не ответит, да, просто вас проигнорирует, но называется оно вам надо, да, потому что вот этот его игнор при таком вашем очень тёплом любовном посыле как вариант, здесь может человека, ну, вернее, не человека, да, игнор его, вашего этого любовного, романтического посыла, его игнор может вас травмировать, скажем так, да, и иногда неизвестно, что нас больше травмирует, какие-то колкие, резкие слова или просто молчание, да, то есть, ну, вот, да, так что игнор, это тоже бывает грозное колкое оружие, иногда более колкое, чем слова, потому что на слова всегда можно ответить какой-то колкостью и получить при этом, ну, некое удовлетворение всё-таки от какого-то обмена сообщениями, да, хотя бы от какой-то транзакции, хотя бы от какого-то общения, да, поругались, но зато пообщались, и было так мило, так прикольно, так прям понравилось, вот, а здесь можете просто в ответ получить молчание и какое-то глухое раздражение, скажем так, да, ну и вот, ну, смотрите, оно вам надо или нет, вот, в принципе, если вы чего-то здесь хотите от человека, даже если не о романтике речь, если вы с чем-то хотите что-то попросить его, или с чем-то хотите выйти к нему на связь, да, с конкретным предложением каким-то, вот здесь вот в любом случае, даже если это не романтика, наверное, не стоит торопиться, по крайней мере, не в ближайшее время, потому что человек в любом случае может промолчать, и в любом случае вот этот некий запрос от вас, ему может не понравиться, вот, так что эта карта говорит нет, ну, опять же, если хотите с человеком поругаться, если напрямую хотите с ним поговорить, если хотите от него какой-то честности, хотя и жесткости, то вот в таком случае, пожалуй, да, во всех остальных случаях, если хотите нормального общения, спокойного общения, гармоничного, если хотите, чтобы человек принял какое-то ваше предложение, или просто мило побеседовать, то тогда нет. Все, счастья вам, любви и гармонии попозже, да, попозже, не обязательно, что вообще с этим к человеку не приставать, но немножко попозже, когда он будет в настроении, да, скажем так, и в силах на этот ваш запрос ответить. Все, а я перехожу к третьей позиции. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, и зелененькое сердечко, стоит ли вам, стоит или не стоит вам выходить на связь, или все-таки воздержаться. Рыцарь кубков, ну, в отличие от предыдущего рыцаря мечей, здесь карта говорит, да, здесь вы будете защищены, во-первых, что бы ни произошло, то есть даже если человек будет как-то сопротивляться, кочевряжиться, простите, вы здесь все равно, ну, ваша инициатива, она будет более весомая, вы вот преодолеете какое-то сопротивление. Ну, с другой стороны, я не знаю, зачем вы смотрите этот расклад, потому что здесь вот некий щит, он же компас, здесь у вас внутри есть свой некий компас, свой некий камертон, вернее, я так догадываюсь, что этот компас, который внутри вас, это ваши собственные чувства, ваша собственная любовь, то есть не чувства просто в принципе как, да, не чувства в смысле интуиции, а чувства в смысле чувства к этому человеку, что-то вы хотите ему такое приятное сказать, и вообще вы, может быть, так довольно романтически к нему настроены, довольно идеалистически к нему настроены, ну, вот этот ваш идеалистический порыв, идеалистический настрой, он вас спасет, он вас защитит, это одновременно и ваш компас, надежда, мой компас земной, и так далее, и далее по тексту песни. Это и компас ищет ваш одновременно, то есть, пожалуйста, действуйте, идите вперед, если вы уверены в себе, если вы уверены в своих чувствах, если вы уверены в том числе и в этом человеке, если хотите чего-то от него добиться, чего-то достичь или, наоборот, что-то ему дать, ему признаться в чувствах, с ним провести как-то время приятно, может быть, если вы хотите к нему приехать, если у вас вообще позитивная инициатива, если у вас любящее сердце и позитивная инициатива к этому человеку, то, пожалуйста, вперед, проявляйте себя. Здесь даже все равно, какая там будет реакция у человека, потому что, ну, в любом случае, смысл здесь в том, по этой позиции, что вы реализуете именно свои чувства, именно свою любовь, именно свои желания. И, ну, если человек там где-то что-то заортачится, ну, это уже проблемы, которые вы будете решать уже после, да, ну, это как бы уже будут не проблемы, не проблемы, пардон, для вас. Ну, то есть, да, самое главное реализоваться, выразить чувства, сделать этот шаг, сделать какой-то жест, что-то написать, да, как-то вот развивать, двигать эти отношения, чтобы, ну, чтобы это все не копилось внутри, скажем так, да, то есть, если вы от чистого сердца к нему настроены, да, и от чистого сердца ему хотите что-то сказать, то, пожалуйста, говорите, здесь вам самое главное выразить себя, да, ну, реакция это уже вопрос второстепенный, его реакция, в смысле. Читаю вам трактовку этой карты по этой колоде. Рыцарь-чаш. Любовь как единственный компас. Я рыцарь сердца, потому что сердце мудрее головы. Стань рыцарем и борись за то, что любишь. Вот, да, покой нам только снится, но иногда это борьба приятная. Если вы хотите бороться за любовь, и вот, да, собственно, на это и загадали выходить на связь или не выходить с борьбой за любовь, то, да, однозначно выходите, боритесь. Может быть, вы не предполагаете за нее бороться, а просто, ну, загадали какой-то шаг обычный, да, к человеку. Может быть, потом выяснится, что вам придется бороться за любовь. Ну, что ж, вы к этому готовы, я бы сказала. У вас есть силы, у вас есть мотивация, у вас есть все желания для этого, так что, в общем-то, да, наше дело правое, победа будет за нами, да, ваше дело правое, вас, вами двигают благие намерения, вами двигают, движут вами ваши собственные чувства. Вообще, желание какого-то добра, желание какого-то позитива, в том числе, этому человеку. Ну, вот здесь вот, да, хотя иногда говорят, что причинять добро – это нехорошо, помимо воли человека, но здесь вы реализуете, прежде всего, свои желания, а это нам никто не запрещает никогда, да, то есть боритесь за любовь, идите вперед, все у вас получится, пытаюсь вас вдохновить, да, не бойтесь борьбы, которая, может быть, предстоит, вы в любом случае победите, в любом случае вы идете с открытым сердцем, у вас все получится, и вы здесь своего добьетесь. Во всяком случае, вы реализуете себя, реализуете свою потребность в любви, так или иначе, вот, загадывать уже не буду, но, тем не менее, идите вперед, вы и защищены, и знаете сами, что вам делать. Счастья вам, любви, гармонии, собственно, хотя любовь уже есть здесь в вашем сердце, ну, или доброта какая-то, вообще к миру, к людям, к этому человеку, а я перехожу к следующей, к четвертой позиции, вам спасибо за просмотр. Итак, для тех, кто выбрал фиолетовую, фиолетовое сердечко и четвертую карту, ух ты, вот как интересно, карта смерть, она прям у нас совпадает, да, такие вот розовые цвета, розовая гамма совпадает с этим таким вот розово-фиолетовым сердечком. Ну что, карта смерть вообще говорит о новом рождении, о новом начале, как мы уже все с вами знаем, так что вперед, идите, если человек молчит, банально вы можете вот этим своим действием, вот этим своим выходом на контакт, вы можете начать с ним общаться, да. То есть лайтовый вариант, когда человек просто молчит, молчит, да, и вы выходите первыми на связь, и у вас начинается общение. Вариант более сложный, когда, может быть, у вас было реальное прекращение отношений, когда у вас был, может быть, какой-то реальный тяжелый разрыв, когда у вас была какая-то ссора, какой-то конфликт или что-то в этом духе, да, что-то тяжелое, и когда у вас уже ощущение, что, наверное, отношения закончены, наверное, он ничего ко мне не чувствует, наверное, это конец, да, это все. Вот здесь вот у вас все может начаться заново буквально, да, то есть начиная с того, что просто общение начнется, которое как-то заглохло, да, вяло как-то сошло на нет, вяло заглохло, да, и заканчивая вариантом, когда вы думали, что все, это смерть отношений уже, но здесь вот нас ждет перерождение отношений, начало общения, начало отношений, буквально вот когда цветы зацветут в вашем сердце, когда отношения зацветут новыми цветами какими-то, и, может быть, новыми красками заблагоухают ярче, насыщеннее, чем это было раньше, то здесь у вас идет перезагрузка по этой карте смерть, так или иначе, в любом случае, да, весенний это праздник, я не помню, да, день мертвых это весенний праздник в Латинской Америке или какой, вот, очень интересно, ну, здесь понятно, что немножко отсылка к этой, к Персифоне, да, к вот этому, опять же, возрождению, да, дню весеннего равноденствия, наверное, вот, или что там, как это все называется, да, то есть к весне, к новому началу, к новому цветению, здесь вот отсылка, причем, смотрите, какая у нас девушка здесь решительная, дюже решительная, то есть если вам не хватает какой-то решительности, если вам не хватает какой-то уверенности, вот, посмотрите на нее и будьте так же решительны, будьте так же непримиримы, может быть, в том, чтобы выйти с человеком на связь, начать с ним что-то заново, возродить отношения, ну, либо просто возродить некое приятное, радостное общение на новом круге, на новом витке. Давайте сейчас вам карту смерть прочитаю и, и все на этом, потому что ответ, да, ответ очень хороший, я бы сказала, потому что ответ, ну, как бы он глубже, да, он глубже ситуацию копает, чем по этой карте, чем, допустим, в предыдущих вариантах, да, там было как-то по верхам немножко, а здесь аркан серьезный, здесь аркан именно вот цепляет суть ситуации, то есть это не просто какое-то сиюминутное общение, да, выходить, не выходить, но вышел, не вышел один фиг, да, от этого ничего не зависит, скажем так, а здесь вот момент, когда от вот этой точки, от вот этого вашего выхода на связь действительно многое зависит, то есть от этого зависит начало ваших отношений или начало возрождения вашего общения, вот так вот, да, то есть с этой точки может у вас много чего интересного начаться, если вы сделаете этот шаг, так где у нас смерть, вот, конец это новое начало, что-то подходит к концу и что-то начинается, я вовсе не против, рассматривай это как удобный для трансформации, а удобный момент для трансформации, как возможность возродиться подобно фениксу, вот если, кстати, вы реально хотите человеку что-то возродить, если вы хотите вернуться к какому-то проекту или какой-то идее, ну, к идее совместного какого-то будущего, совместного сосуществования, то тем более, да, я подумала, почему просто, почему вы, почему я подумала, почему я подумала, что вы просто какое-то общение загадали, может быть, вы действительно загадали какое-то предложение человеку и действительно что-то судьбоносное в вашей жизни, да, и в ваших отношениях с этим человеком, так вот, если у вас есть какое-то предложение к нему, пожалуйста, делайте ему это предложение, развивайте дальше ваши отношения, потому что это может стать некой отправной точкой для нового начала, на перспективу. Ну, если загадали просто какой-то выход, банальный, обычный, на связь, то выходите без предложения, выходите просто с обычным общением, это тоже может стать для вас новым началом в любом случае. Счастья вам, любви, гармонии, не надо, конечно, немножко форсировать события, да, не надо слишком усложнять ситуацию, да, то есть если хотели просто что-то сказать обычное, то и говорите обычное, все равно это станет новым началом, да, то есть не надо ему сразу предлагать жениться на вас, да, и сразу возобновить отношения, само все придет, но, тем не менее, здесь нужно ловить момент, нужно действовать, да, нужно выходить на связь. Все, вы поняли? Еще раз, счастья, любви, гармонии, пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас все будет замечательно, пусть у вас все получится по этой карте, а я перехожу к следующей, к пятой позиции. Итак, для тех, кто выбрал голубенькое сердечко и пятую карту, стоит или не стоит выходить на связь или воздержаться. Пятерка мечей, ну вот, да, голубенький цвет нам дает и гамму такую, в общем, да, немножко тревожащую, фиолетово-красную, но пятерка мечей однозначно говорит, нет, вот, увы, да, увы, несмотря на такую яркость, да, яркость красок, буйства некое. Здесь, возможно, вы нарветесь на конфликт. Может быть, это будет конфликт с какой-то другой стороной, третьей стороной, то есть, если там у человека кто-то есть, кто настроен против вас, это третье лицо может узнать буквально о вашем выходе на связь, о вашем каком-то сообщении, о том, что вы человеку сказали, что вы ему что-то предложили, да, что вы просто к нему как-то проявились и, в принципе, питаете интерес, да, ну, либо что-то предлагаете, если вы с чем-то выходите на связь. И, короче, и он может огрести от этого, и вы можете тоже от этого огрести. И самое главное, что здесь, ну, скажем так, если то третье лицо не имеет выхода на вас, да, то есть, если третье лицо имеет выход на вас, то вы можете, как бы, выйти на связь с этим человеком, да, позвонить ему, допустим, а трубку возьмет некое третье лицо, да, и на вас нагавкает, вот, как вариант. Ну, либо, если это третье лицо с вами не контачит, это третье лицо может наехать на человека и сказать, и потребовать, вернее, даже не сказать, а потребовать, чтобы он с вами, как вариант, не общался. То есть, не надо палиться, скажем так. У кого тайные отношения, у кого человек там женат, у кого у человека явно или какая-то матушка суровая, которую он до сих пор слушается. Как известно, в нашей стране принято до 150 лет, ну, и не только в нашей стране, я думаю, в постсоветском пространстве это, в общем-то, принято во многих семьях, что до 150 лет ребенок живет со своими родителями, слушается родителей. Так вот, если у него такая матушка, либо если там жена какая-то сварливая, или очень суровая, очень ревнивая, то, пожалуй, не нужно выходить на связь, потому что это может обернуться конфликтом с некой стороной. Возможно, это именно женщина, о женщине речь, а можете не о женщине, не знаю, в любом случае. В любом случае может быть конфликт, который заденет так или иначе и вас, и его, и может даже разрушить отношения эти между вами. Либо, если вы что-то хотите человеку предложить, он может просто с вами поругаться. Из-за этого ему это сейчас будет не нужно, сейчас это будет ему как бы не совсем уместно. Либо вы попадете под горячую руку, когда человек, в принципе, не готов именно в таком тоне общаться, в таком духе. Либо просто не в настроении, он весь как ежик некий. Может быть, у человека какие-то сложности сейчас в жизни происходят, и ваше появление будет для него немножко излишним. И он, вот те проблемы, которые у него там есть, ощущение фрустрации, ощущение позора, ощущение, что он проиграл, что у него ничего не получается, что все плохо, что он виноват в чем-то. У него все плохо, и в этом именно он виноват. Вот какие-то такие у него могут быть мысли. Он может себя и в чем-то винить, и упрекать, и вот в таком вот стрессовом состоянии находиться. Так вот, если он в таком состоянии, он это состояние может просто скинуть на вас. Даже если не будет никакого конфликта из-за третьих лиц, он может просто с вами немножко не в том ключе поговорить, в каком вы хотите, немножко подпитаться, немножко вам помотать нервы как-то. Поэтому, ну, наверное, не стоит человека сейчас трогать, во всяком случае, в ближайшее время. Вот. Ну, если идет некое соперничество, скрытое или открытое, да, кстати, если идет скрытый-открытый конфликт, действительно, если идет скрытое-открытое соперничество, это соперничество может перейти, и этот конфликт в открытую фазу из фазы скрытой, да. То есть не общались со своей соперницей никогда, а вдруг вот, хоп, да, вышли на связь, вдруг ничего не подозревая, да, ничего, ничто не предвещало, как говорится, и хоп, на нее нарвались, и вот с ней познакомили, что называется, да, поругались заодно и познакомились. Вот какой-то такой вариант. Ну, либо сам человек к вам сейчас не очень позитивно настроен, либо у него, в принципе, что-то не ладится в жизни, и вы для него будете лишней нагрузкой, да, лишней какой-то обузой, да, обузой, обузой это уже то, уже само по себе то, что лишнее, да, именно вот это общение с вами, да, будет немножко лишним, поэтому он может психануть вот так вот, да, может психануть на вас, так что лучше не испытывать судьбол, лучше чуть-чуть попозже, да, пропустите хотя бы день, два, три, вот, может быть, потом перезагадайте какой-то другой вариант, да, хотя тут уже все по вариантам видно, наверное, но тем не менее, вот, день, два, три уже забудешь, что тут было, да, какие карты выпали, и как заново смотришь, да, я некоторые расклады смотрю каждый день, тоже забываю, что там выпадало, и снова смотрю видео, и выбираю, как в первый раз, что называется, вот, и в принципе все совпадает. Ну все, вы поняли, по пятерке мечей нет, естественно, а, ну если, конечно, вы хотите сами с ним поругаться, если, конечно, сами хотите в чем-то его обвинить, если вы сами, да, хотите сказать, что у вас крокодил не ловится, не растет кокос из-за него, да, и если вы хотите его попенять, поколоть, да, на эту тему, если вы хотите сделать ему больно, то, пожалуй, выходите, тут вы, конечно, преуспеете, тут вы сделаете ему больно, поругаетесь, да, месть, месть, вот, это все сюда, это все вы вполне можете сделать, да, вот тогда да, тогда выходите, конечно, на связь, да, тогда вы, вам удастся сделать ему больно, скажем так, да, если у вас такая цель. Если цель нет, если цель другая, если цель наоборот, какие-то гармоничные приятные отношения и просто спокойное общение или какое-то предложение, то нет. Тогда такая вот колкая негативная реакция может быть от человека. Все, вы поняли. Спасибо вам за просмотр. Счастья, любви, гармонии еще раз. Я перехожу к последней, к шестой карте. Итак, для тех, кто выбрал желтое сердечко и шестую карту, стоит или не стоит, пить или не пить, семерка мечей. Ну что здесь можно сказать? Так, здесь много вариантов сразу идут. Возможно, здесь кто-то кого-то обманывает, извините. Может быть, если вы выйдете на связь, человек подумает, что вы что-то темните и что-то от него скрываете, да, что-то обманываете. Ну, наверное, да, наверное, в любом случае это первый вариант, да, первый вариант обмана, воровства какого-то может быть, да. Ну, не в хорошем смысле, что он сердце украл, но, тем не менее, здесь, ну, здесь вот мы видим, наверное, что кто-то чье-то сердце крадет, да, что, типа, одна невеста крадет сердце, другой убегает с ним радостно. Ну, тут розочка, конечно, но, тем не менее, да, как будто сердце в руки держит и с ним радостно куда-то убегает, да, в закат. Вот, ну, здесь, наверное, на связь выходить все-таки не нужно, не нужно торопиться, скажем так, да. Во-первых, ну, здесь действительно идет какой-то обман или самообман, или от человека вы получите какие-то недостоверные сведения, какую-то недостоверную информацию. Возможно, в самом простейшем варианте вы выйдете на связь просто, чтобы пообщаться, а человек, допустим, или не сможет вам вообще с вами пообщаться как-то, да, он скажет. То есть он, может быть, не захочет с вами общаться и, может быть, соврет, что, типа, ой, у меня сейчас времени нету. Может быть, у него там полно времени, но он просто с вами сейчас не готов, не хочет заводить беседу, поэтому он банально вам наврет, что у него времени нет. То есть, ну, такая вот банальная ложь, да. То есть, он не захочет вам признаваться напрямую, что, ну, ты знаешь, что-то я не в настроении, что-то мне не хочется. Если какое-то предложение вы ему хотите сделать, может быть, он не хочет этого сейчас от вас, может быть, у него там какие-то свои планы тайные, которых вы не подозреваете, да, и он будет, естественно, эти планы скрывать, и он, опять же, вам будет немножко, ну, немножко привирать на этот счет. Поэтому, наверное, вот сейчас не нужно, поэтому вот если вы не хотите, чтобы вам, скажем так, откровенно врали в глаза, может быть, вы даже почувствуете, что он вам врет, да, и так скажете, что ты врешь-то, хватит уже врать-то, заврался уже, вот. Ну, если вы не хотите вот такого, да, ну, неприятно, когда, да, из тебя дурака делают, тебе врут еще в глаза, и ты, в общем-то, это и видишь, и понимаешь, и, ну, как-то вот нехорошо, да, и человеку, может, где-то неудобно сказать, да, что ты врешь и все такое, да, вот. Но, короче, лучше, да, лучше не надо, лучше немножко подождать, с одной стороны. С другой стороны мы видим здесь на этой карте, тоже негативный вариант, но здесь мы видим немножко другую ситуацию, это ситуация бегства, да, то есть вот, может быть, это ситуация бегства, да, то есть, с одной стороны, человек уйдет от ответственности, если вы хотите его призвать к порядку или что-то предложить, он уйдет от этого предложения, уйдет от этого вашего призыва, да, может быть, здесь вот соврет. А с другой стороны, может быть, человек воспримет вот это ваше сообщение, вот этот ваш выход на связь, ваше какое-то предложение, как какое-то бегство с вашей стороны, как то, что вы расписались в какой-то своей неготовности решать проблемы, как в неготовности вот к чему-то идти, да, к чему-то стремиться. Может быть, была такая ситуация, что человек вам что-то предложил, и у вас было время, ну, дать какой-то ответ, да, и вы сейчас загадали как раз вот тот ответ, да, который человеком может быть воспринят как уход от ситуации. То есть здесь какое-то бегство возможно. Конечно, возможно, человек думает, что вместо того, чтобы, не знаю, заниматься какими-то делами, вы вот бегаете за ним, дамагиваетесь его, и, да, вместо того, чтобы чем-то заняться, решить какие-то проблемы, вы то ли на него сваливаете свои проблемы, то ли, ну, отвлекаетесь от чего-то главного, важного в вашей жизни, отвлекаетесь на него, да, просто, ну, забалтываете, что ли, в каком-то смысле. Давайте семерку мечей прочитаю, может быть, будет немножко понятнее. Масштабный побег. Я плохо поступил, я совершаю побег. А ты, от чего бежишь ты? Может быть, вместо того, чтобы убегать, надо посмотреть в лицо реальности, взять на себя ответственность. Что скажешь? Вот буквально этот вопрос, что скажешь, наверное, адресуется вам. Смотрите, продумайте, что вы хотите ему сказать, с чем вы конкретно хотите выйти к нему на связь. Вот, но я боюсь, что, ну, да, здесь будет в любом случае побег от реальности. То есть, либо этот человек уйдет от того, что вы хотите ему сказать, да, и будет убегать всячески от той реальности, перед которой вы его поставите, да, вы ему скажете, ну что, вот у нас уже дети выросли, давай уже наконец-то поженимся. Там он скажет, нет, 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 и начнет там что-то это приплетать, говорит, что нет, нет, да, моя хата с кровью, я ничего не знаю, да, вот. То есть, как-то самооправдываться, пытаться избежать вот той ответственности, которую вы хотите человеку делегировать, скажем так, да. Ну, короче говоря, здесь вот немножко с ответственностью проблемы. Либо в вашем случае, да, когда человек подумает, что вы бежите от ответственности и хотите свою ответственность на него перекинуть, либо если вы с каким-то предложением к человеку выходите, он будет бегать от вас, бегать от этого предложения и пытаться вот сбросить с себя эту ответственность. Вот, ну, у меня два варианта, да. Подумайте, здесь еще, да, вот еще момент, я, собственно, это уже сказала. Подумайте, спросите себя, скажем так, этот человек, эти отношения для вас лично, да, ну, то есть уже без взаимосвязи с общением с ним, да, без взаимосвязи с конкретной транзакцией с ним, этот человек для вас это что-то реальное или это ваш собственный самообман, можно вот так вот здесь сказать, да, то есть может быть вы сейчас действительно вместо того, чтобы, ну, не то что там синицей в руках заняться, но заняться какими-то насущными делами, насущными проблемами, может быть вы сейчас просто смотрите расклады, мечтаете о нем, направляете все силы, все свои, да, весь фокус своего внимания направляете на этого человека, а может быть он для вас в принципе что-то нереальное, что-то недоступное и что-то, самое главное, ненужное вам по жизни, да, может быть это какая-то иллюзия ваша, может быть это ваш какой-то самообман, может быть это какая-то греза, вообще этот человек, общение с ним, может быть это какая-то греза, к которой вы бегаете от своих реальных проблем, от реальной ситуации, да, убегаете к этому человеку к каким-то фантазиям о нем, вот подумайте, спросите себя, здесь самое главное, наверное, вопрос к вам, да, уже фиг с ним, что он там подумает, самое главное, для вас это вообще реальный вариант или это некое бегство от каких-то других проблем, более насущных для вас, вот, может быть сейчас для вас не этот человек должен быть в жизни приоритетом, а что-то другое, либо какой-то другой человек, либо, да, не знаю, решение каких-то деловых вопросов, решение каких-то внутренних своих вопросов, да, ну, вопросов отношения с самими собой, то есть может быть вы вместо того, чтобы с самой собой, с самим собой отношения прояснить или банально решить какие-то дела в жизни, да, какие-то задачи решать в жизни, вы циклитесь, извините за такой термин, на этом человеке, и, ну, вместо того, чтобы делать что-то реальное с собой, решать проблемы, договариваться с собой, взрослеть, может быть, вы как-то вот, все на него, да на него, да, все с ним, да с ним, и, ну, обманывайте себя тогда сами, да, с ним же, да, называется, изменяю самой себе с ним, вот такая здесь может быть позиция, ну, не знаю, да, смотрите, какой здесь вариант, в лучшем случае человек просто свалит от вас, свалит с себя какую-то ответственность, которую вы попытаетесь ему предложить, и, ну, в лучшем случае вы просто от него ничего не получите, и в лучшем случае человек просто вам соврет, что он не может с вами общаться, что он не может как-то вам ответить, да, что он не может принять ваши какие-то условия по таким-то и по таким-то причинам, и эти причины будут, ну, скажем так, мягко говоря, не совсем соответствовать действительности, они будут немножко выдуманные. Ну вот, все, пожалуй, я думаю, вы поняли этот вариант, многоплановый, да, многовариантный сам по себе, пишите, пожалуйста, какой у вас вариант проигрывается, ну, либо в любом случае, да, в любом случае, немножко не сейчас, немножко попозже, переключитесь на что-то другое сейчас, да, ну, хотя бы дня два-три подождите, а там можете или перезагадать, или просто ситуация немножко изменится, и тогда уже можно будет делать какие-то шаги, как вариант, если вы срока какого-то не загадывали, если загадали срок, то в этот срок нет, а там уже будем посмотреть, как говорится. Ну все, счастья, любви, гармонии, спасибо за просмотр, спасибо картам, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok